Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Капитальный ремонт в действии. Ремонт дома пришлось ускорить. К чему это привело? Детей похищают родные люди, что толкает их на преступления. Учат считать сразу деньги, как проходят уроки финансовой грамотности в детском саду. Служителем Мельпоменом 2019 объявлен годом театров. Впервые за 70 лет провели капитальный ремонт. Но закончился он, как это обычно бывает, не в срок и с нарушениями. Из-за опоздания ремонт пришлось ускорить. Теперь все обстоятельства изучает инспекция из фонда капитального ремонта. О ходе проверки расскажет Валерий Седов. «Пожалуйста, вот так вот мы встречаем праздник, Новый год. У мужа день рождения. Час ночи. Я внизу ходила до трех, а он чистил». Так новогодние праздники провели почти все жители верхних этажей дома 63 по улице Вознесенской. Самое интересное в этой истории то, что на протекшей крыше совсем недавно закончили проводить капитальный ремонт. «Работы производились на протяжении нескольких месяцев. Потом велись работы по замечаниям. По замечаниям старшего по дому, по замечаниям фонда. Замечания были все выполнены. Вот организовываем прием к работе. Уже не первый раз организовываем. Ну и вот постараемся». Подрядная организация РСУ-1, которая ответственна за проведение работ, ссылается на некоторые спорные моменты. Мол, есть факт, что мужчина вышел на крышу очистить ее от снега и повредил. Поэтому крыша течет. «Вот там такие сазульки, там такие углы были, да, что у нас опять потекло. В том месте, где мы более-менее заделали внутри. У соседа течет вовсю». Видео было снято 4 января. По словам жителей дома, протечки начались еще во вторых числах. А виной им – работы именно подрядной организации РСУ-1. И течет как раз из-за дыр в конструкции крыши. Вот одна из них. Представитель РСУ-1 заявляет, что появилась такая как раз из-за самоличных работ по очистке снега. А вот последствия. «Был ветер, была метель. То есть там под крышу, под стык, получается, снег зашел. Там начало так на чердаке тепло таять. И уже сформировалась некая лужа там. И пошло по стенке. И пошло уже непосредственно в квартиру». Вместе с представителем подрядной организации присутствовал и главный инженер управляющей компании. И представительница фонда капитального ремонта. После небольшой проверки она вынесла вердикт – замечаний нет. «Настоящего замечаний есть?» «Сейчас я замечаний не имею. Если протечки есть, то все обращаются. То есть конкретно по протечкам мы вот сейчас не можем понять, из-за чего крыша потекла. На самом деле, либо из-за карниза, либо из-за недоделок». Случай с капитальным ремонтом крыши на улице Вознесенской не единичный. Генеральная директора Рязанского фонда капремонта рассказала, что рязанцы пожаловались на каждый второй капитальный ремонт в регионе. И чаще всего претензии касались именно залития квартир и нарушения сроков выполнения работы. «Сроки у нас все время нарушаются по устранению замечаний и принципы производства капитального ремонта. С чем это связано, я думаю, это вопрос к подрядчику». Напомним, в 2019 году в регионе выросла плата за капитальный ремонт с 8 рублей до 11 рублей 65 копеек за квадратный метр. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания «Город». Похищение детей родными людьми. Оказывается, такое встречается довольно часто. Последний раз подобный выпиющий случай произошел в Рязани 17 января. Бабушка увезла 4-летнего ребенка в Ростовскую область. Подробностям громкого дела в следующем сюжете. Бабушка поместила 4-летнего ребенка в сумку и отправилась прямиком на железнодорожный вокзал. На просьбу сотрудников полиции показать, что в сумке отреагировала крайне агрессивно, заявив, что это ее частная собственность и показывать она не обязана. «Вот в последнем случае, когда в сумке бабушка вывезла ребенка, ну она, во-первых, там покусала и поцарапала судебного пристава. И сотрудника полиции, она вела себя совершенно неадекватно. Конечно, будет уголовное дело. Но это уже, так сказать, дело правоохранительных органов. Я знаю, что последствия у нее будут очень серьезные». Этот случай, по словам специалистов, далеко не единственный. Подобные обращения в аппарат по защите прав детей поступают постоянно. Чаще всего родители после развода просто не могут поделить детей. Их не останавливает ни мнение ребенка, ни решение суда. А иногда, как в последнем случае, посчитав постановление суда недостаточной причиной, в дело вступают бабушки. Не понимая, что вредят этим и своим детям, и уж тем более внукам, у которых остается психологическая травма на всю жизнь. «Здесь это может сказаться самым разнообразным образом. То есть это может быть и посттравматическое стрессовое расстройство, и склонность к депрессиям или еще. Как вы представьте себе маленького испуганного ребенка, который едет в какой-то сумке. Разумеется, для него это травма. Разумеется, чаще всего после этого ему придется обращаться к специалистам в области защиты психического здоровья». Сейчас данным делом занимаются сотрудники Следственного комитета. «Следователи в ходе данной проверки установят все обстоятельства произошедших. Кроме того, учитывая судебное решение, следователи установят, имеется ли в действиях отца ребенка и бабушки наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это похищение человека. По результатам доследственной проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение». Еще один подобный случай произошел после Нового года. Главным героем стала также бабушка, которая, кстати, является сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний. Да и сын, чьи интересы она защищает, сотрудник правоохранительных органов. Девятилетнюю девочку обманным путем увезли в Якутию. «Бабушка просто обманным путем пришла в день рождения девочки к маме и сказала, вот хочу ребенку сегодня сделать подарок и отвезти в аквапарк. Но для этого требуют, чтобы у меня была скидка, для этого требуют свидетельства о рождении. Мама, ничего совершенно не думая о том, что могут быть такие последствия, вытащила, отдала. У нее ксерокопии не было, вот как мама рассказывает. У нее не было ксерокопии, и она отдала подлинник». Ребенок до сих пор находится вдали от мамы. Девочку пытаются вернуть домой, но насколько растянется вся эта история, пока неизвестно. А между тем, для того, чтобы бабушки, дедушки или другие родственники могли выезжать куда-то со своими внуками, необходим целый перечень документов. Подлинник свидетельства о рождении и заверенное заявление от родителей о том, что они доверяют своего ребенка конкретному человеку. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Списать всем россиянам невозвратные долги за ЖКХ. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Это будет касаться только тех задолженностей, которые возникли более трех лет назад. При подготовке проекта законодатели учитывали опыт Чеченской республики. Таким же образом там были списаны невозвратные долги за газ. На этот раз перечень хотят расширить. То есть списывать планируют и на другие коммунальные услуги. Напомним, в конце ноября 2018 года Владимир Путин подписал закон, в котором говорится о том, что через два года факт наличия задолженности за услуги ЖКХ должен будет подтверждаться только на основании судебного решения. После этого, чтобы получить субсидии и компенсации, не придется доказывать отсутствие долгов. Нечистоты в подвале, в квартирах постоянно стоит запах канализации. В шестиэтажке на улице полиграфистов периодически возникают проблемы с коммуникациями. Жители уже обращались в разные инстанции, но помощи так и не дождались. Без освежителя воздуха невозможно дышать. Каждое утро многодетной мамы Ольги Михайловны начинается с проветривания квартиры. Живет семья на первом этаже, а поскольку у многоэтажки часто происходят аварии, вынуждены дышать нечистотами. Сашина одежда. Оно, понимаете, оно этим пахнет. Вот я ее стираю, курточки. Оно пахнет, вот как, как вам сказать, цвелым. Цвелым воздух пахнет, вот одежда. Которое все хранится внизу, ее обязательно на себя не оденешь уже с таким запахом. Ее надо либо перестирывать, либо что-то, что-то такое там, допустим, что не жалко, выкидываю. Последний прорыв произошел 2 января. Канализационные истоки заполнили подвал жилого дома. Мы постоянно на воде сидим. Нам всегда водоканал обещает откачать. ЖЭУ что-то пробует, но ничего они не делают. Можно так сказать. Потому что диспетчерам мы постоянно звоним. Они говорят, мы передали мастеру. Мастер, тишина. И вот все у нас стоит на уровне того, что мы постоянно на плаву. Жильцы дома постоянно звонят в аварийную службу. В этот раз повезло. Диспетчер водоканала ответил, засор наконец-то прочистили. Однако нет никаких гарантий, что он не появится вновь. Проживаем мы на первом этаже. У нас постоянно происходят засоры. Идут фекалии через унитаз, через ванную. Обращались в управляющую компанию. И в жилинспекцию, и в прокуратуру, и в префектуру. Никакие меры не принимаются. До 2010 года у нас никаких засоров не возникало. А вот с 2010 года, 2018 года мы боремся. Но никаких мер не принимает ни управляющая компания, ни какие-либо социальные службы. Вход в подвал сейчас закрыт. Но судя по пару, там до сих пор стоит вода. И даже здесь доносится невыносимый запах канализации. У аварийных служб к жителям тоже есть претензии. В канализации находят ветошь и погибших животных. Однако за всеми соседями не уследишь, а слуховые окна обязаны закрывать управляющие компании. И до тех пор, пока все коммунальные предприятия и жильцы не найдут общий язык, в многоэтажке снова и снова будут возникать проблемы с канализацией. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В минувшие выходные в регионе вновь произошли массовые ДТП. При этом среди пострадавших был ребенок. Чаще всего причиной аварии становится несоблюдение скоростного режима и, как следствие, потеря управления. Подробности далее. Ситуация на дорогах региона по-прежнему остается крайне сложной. За последние несколько дней произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. В результате 3 человека погибли, 10 получили травмы. Одной из главных причин аварии остается несоблюдение правил дорожного движения. За минувшие выходные инспектор выявили более 4000 подобных случаев, как следствие ДТП с пострадавшими. 19 января примерно в 17 часов 45 минут на 180-м километре автодороги М5 «Урал» 24-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом, по предварительной информации, не справился с рулевым управлением, совершил наезд на межосевое и разделенное ограждение, после чего выехал на плацу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями «Форт Мондео», «Рено Логан», «Лада Приора», «Ауди А6» и «Киа Рио». За эти происшествия травмы получили 5 человек, в том числе ребенок в возрасте 3 лет. По факту этого ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются. 20 января уже в Спасском районе произошла очередная авария. 20 января примерно в 7 часов утра на 227-м километре автодороги М5 «Урал» в Спасском районе 29-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем «Лада Приора», по предварительной информации, не справилась с рулевым управлением, вследствие чего совершила наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. За эти происшествия женщина получила травмы. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. Сотрудники госавтоинспекции предупреждают автолюбителей о сложной ситуации на дорогах в связи с ухудшением погодных условий и просят быть предельно внимательными. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Учат управлять расходами с детского сада. В Рязанском управление Центробанка разработали программу для дошкольных образовательных учреждений. На занятиях детей учат составлять расходы семьи и планировать, на что потратить карманные деньги. Уроки финансовой грамотности проводят для детей 5-6 лет. Это тот самый возраст, когда многие уже умеют читать и знают цифры. Тема этого занятия в 16-м детском саду – семейный бюджет. Детям рассказывают, как он складывается, объясняют, что такое доходы и расходы. Нема, купи ватуки. Расходы. Расходы. Воспитатель рассказывает, главная строка в семейном бюджете – расходы на питание, вторая – коммунальные платежи и плата за детский сад. И только если останутся лишние средства, можно потратить их на игрушки. Каждый месяц много слишком. Во всей квартире придется их раскладывать. Тогда у нас все деньги потратятся. Дети тоже могут внести свой вклад в сохранение семейного бюджета. Например, экономить электроэнергию и воду. А также хорошо учиться, чтобы родителям не пришлось тратиться на репетиторов. У нас в Рязанской области таких 5 пилотных проектов. Два непосредственно в областном центре, три в районах. И, соответственно, по результатам пилота мы сделаем вывод, как нам идти дальше. А дальше мы точно пойдем, потому что финансовая грамотность – это задача страны, это задача Центрального банка. И, соответственно, финансовые грамотные дети потом будут строить нашу страну. В Рязанском управлении Центробанка объясняют, у детей необходимо формировать правильные представления о том, как зарабатываются и тратятся деньги. И делать это нужно именно в раннем возрасте, а не когда они сами начнут зарабатывать. Поэтому программа финансовой грамотности будет развиваться. И не исключено, что со временем ее начнут внедрять все больше дошкольных образовательных учреждений. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани начали убирать новогодние елки, а в Совете Федерации тем временем думают о следующих новогодних каникулах. Парламентарии могут предоставить работодателям самим регулировать продолжительность выходных дней. Но сделать они это смогут только по согласованию с рабочим коллективом. При этом не исключается и государственное регулирование данного вопроса. В частности, сенаторы хотят предложить гражданам самим решать, сколько они будут отдыхать в новогодние дни. Мир искусства. 2019-й в России объявлен годом театра. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин. Поддержку найдут как зарекомендовавшие себя коллективы, так и экспериментальные постановки. Об одной из них расскажет Галина Кудряшова. Перформанс о взаимоотношениях мужчины и женщины открыл фестиваль театра 21 века. Жанр пока непривычный. Он скорее напоминает уличное искусство. Сценария нет, только заготовки сюжетных поворотов. Все остальное – чистая импровизация. Запрыгивают на колени, отдают приказы и корчат рожицы. Актеры делают все, чтобы зрители превратились в соавторов постановки. Признаются, что реакция на их действия может быть любой. Сгладить острые углы, не допустить конфликта и ни на секунду не выйти из образа – это настоящий вызов для актера, а также прилив адреналина. Такой подход был прародителем театра. В историю он вошел как комедия Дель Арте. У каждого есть свой образ, есть своя маска. Это же комедия масок. У каждого есть своя характерность. И уже исходя из этой характерности идет взаимодействие персонажей. И какие-то конфликтные ситуации, которые постоянно подкидываются. Это может развиваться до бесконечности на самом деле. Коллектив выступил в рамках фестиваля «Театр 21 века», который объединил как классических актеров, так и экспериментаторов на одной площадке. Зрители увидели пять спектаклей. Отрывок из постановки «А ты меня помнишь?» показала театр-студия «Шанс». С перформансом «Точка» выступил театр-дом. Пьесу «Сделка» представили рязанские читки. Открыл проект отрывок из спектакля студенческого театра «Переход». Очень трогательный спектакль. Если честно, прямо до мурашек пронзило. Молодцы ребята, играли хорошо. Впечатления очень хорошие, отличные. И понимаете, особенно в конце прям, ну даже вот я не могу вам передать, как до мурашек. Потому что искренне очень играли. И ну очень здорово. Мне понравилось. Организаторы планируют продолжить проект и радовать рязанцев новыми постановками и новыми именами в течение всего года. Ближайшие мы увидим уже весной. В завершении выпуска о погоде. По данным Рязанского гидрометцентра, 22 января на территории Рязанской области ожидается понижение температуры воздуха на 5 градусов и более по сравнению с предыдущими сутками. Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности. Ограничить время нахождения на улице, соблюдать особую осторожность за рулем. На случай отключения электричества в вечернее время держите на готове электрический фонарь. Не пользуйтесь для освещения открытым огнем. Это опасно и может стать причиной пожара. При необходимости стоит сразу вызывать экстренные службы. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю всего хорошего. До встречи в эфире телекомпании город. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад».